Можно ли представить портрет руководителя культа или секты? У руководителей этих сект не всегда все в порядке с психикой. Им плохо, они страдают. Почему их не закрывают? Есть места встречи, которые они постоянно меняют. Всем привет! В эфире программа «Про все». С вами я, ее ведущая Анастасия Лонькина. Мы говорим о том, что интересно. Сегодня у нас в гостях Марина Геннадьевна Потапова. Здравствуйте! Здравствуйте! Человека можно убедить в его избранности и затем начать им управлять. Почему люди попадаются на эти крючки и так ли работают руководители деструктивных групп, руководители сект, культов? Да, они так и работают. Они ищут именно тех людей, которым очень важно внимание, признание, решение их проблем. И это та категория, которая психологически незрелая и способна на все, что угодно, все, что им могут приказать, заставить, и они не смогут отказаться. И мы потом получаем очень много таких историй, когда человек пошел туда, куда нормально здравомыслящий бы не пошел, сделал что-то очень противоправное, что-то ужасное, на что бы здравомыслящий никогда не решился, подумал, сказал, нет, я такого делать не буду. Это, например, что? Ну, это начиная от социальных противоправных каких-то действий, что-то разрушение, уничтожение, избиение. Вот как понять эту психологическую незрелость? У нас принято считать, что незрелая – это молодежь. Ну, что она там видела? Она еще там зеленая, как ее там называют, да, она еще такая незрелая в плане ничего не знает, не умеет, жизни не видели, как говорят, например, взрослые. Но я хочу сказать, что психологическая незрелость – это такая особенность человека, который может быть инфантильным и в 30, и в 50, и в 60 лет. То есть это вообще что такое незрелость? Человек не умеет брать ответственность за свои дела и поступки, у него нет критического мышления. Всю информацию, которую он получает, даже деструктивную, он будет воспринимать как истину, как правду, и у него нет вот этого анализа, синтеза, размышления, умения эту информацию переработать, посмотреть другие источники. Ну, то есть своего мнения не существует. У таких людей слабой воли, то есть они безвольные, что им говорят, они то и делают. То есть они не могут просчитывать наперед несколько шагов, какие мои действия и к чему они могут привести, и вообще что происходит, насколько это правда и насколько это неправда. То есть инфантильные, незрелые, это люди могут быть любого возраста, как вы сказали, я с вами полностью согласна. И изначально выявить, что человек как раз незрелый, внешне очень сложно. Ну, то есть он может быть сединой, он может быть взрослый, серьезный мужчина или женщина. А по делам и поступкам, когда ты начинаешь более тесно общаться в работе, например, или мы общаемся по жизни, то мы понимаем, что люди, те, которые безответственны своей жизни, не могут чего-то достичь, у них постоянно меняются интересы, приоритеты, а эти интересы, приоритеты ни к чему серьезному не приводят, то можно предположить, что вот как раз вот этот человек имеет вот эту незрелость психологическую. Что такое деструктивная группа? Как ее можно охарактеризовать? Это все, что не является нормой в плане отношений, поведений, не только к человеку, к обществу в целом, когда идет разрушение, когда идет обесценивание тех норм, правил, законов, когда подстрекаются людям к каким-то противоправным действиям, созданию конфликтных ситуаций, созданию вплоть от конфликта до войн. То есть это все деструктивность. Это могут быть секты, это могут быть сообщества, это могут быть организации, это могут быть группировки. А вот сама деструктивность – это все, что приносит не созидание, а разрушение. Они больше базируются оффлайн или онлайн? По-разному. Одновременно какая-то организация, она может как онлайн быть, так и оффлайн. То есть есть места встречи, которые они постоянно меняют для того, чтобы их сложно было выследить. Их задача – вести вот эту подпольную какую-то историю. Постоянно идет, слово «вербовка» вам, наверное, знакомо, постоянно идет вербовка в ряды этих организаций. А онлайн сейчас пространство, оно очень большое, интернет-пространство, и возможности через онлайн молодежь вербовать тоже очень легко. Конечно, специальные структуры этим занимаются постоянно, и они отслеживают, выявляют, изучают, занимаются ими, то есть расследования проводят, наказания, естественно, если подтверждается сам факт, что они приверженцы какой-то деструктивной организации. Вообще я смотрела статистику, что в России больше 10 тысяч различных деструктивных, еще раз, организаций, групп, направленностей, сект и все остальное. И их же очень сложно выявлять. И они, бывает, настолько замаскированы. Ну вот к деструктивным что еще можно отнести? Ну вот если про секты, то мы знаем, что это такое, да? А вот, например, деструктивная группа или организация, вот это слово деструктивное, оно же наделяется как показатель, что они ведут неправильную деятельность. А на самом деле, как это может выглядеть? Это может быть какой-нибудь центр личностного роста, который якобы занимается помощью людям, у них нет официальных документов, у них нет документов, подтверждающих свои профессиональные компетенции. Они собирают людей, начинают рассказывать им какие-то непонятные, околопсихологические знания, применяют техники на ЛПИ, применяют другие методы, которыми можно влиять, воздействовать на человека. Человек, приходя туда, может, допустим, обратиться за помощью, найти смысл в жизни, помочь справиться, например, с трудной жизненной ситуацией. Наладить отношения семейные. Наладить отношения семейные. Но попадя туда и находясь в этом пространстве, когда там идет прям сильное воздействие психологическое, он может дойти до состояния нервного срыва, есть такие случаи. То есть они пришли за личностным ростом, за саморазвитием. А не специалисты, специалисты, как мы их называем, как сказать, околопсихологи, которые начинают пользоваться не психологическими инструментарием, который опробирован, которым пользуются все специалисты, например, у нас в России, а непонятными какими-то либо собственными придуманными, либо к психологии не относящиеся. И вот рассказывая людям, что это есть самый главный смысл их жизни и самые важные знания, люди начинают верить. Те люди, которые обращаются к специалистам, у них есть критическое мышление, они понимают всю суть происходящего. То есть разумный человек, зрелый человек, он может понять, где шарлатан, а где специалист. То есть они же до сих пор существуют, они набирают, люди, которые их представляют, набирают огромное количество последователей, подписчиков в социальных сетях. То есть они продолжают приносить деньги, эти подписчики, довольно большие суммы, берут кредиты. Почему их не закрывают? Какая черта здесь становится последней, через которую нельзя переходить, чтобы их закрыли? Иначе я не понимаю, почему они до сих пор работают. С этими организациями занимаются, там идут расследования, там просматриваются. У таких, кто проводит такие масштабные истории, у них хороший маркетинговый ход. Очень много психологических фишек, которые знают все, даже обычные психологи, но у них нравственное понимание, что можно применять в работе, что нельзя применять в работе. Там это применяется, на это не обращается внимания. Они получают столько вот этих желающих попасть в их некий такой закрытый клуб, ну, на Смолюбе там играют, и у них, да, получается. Были случаи в моей практике, когда у нас есть некая такая очень известная в России, я не могу сказать, что она психолог, я не знаю ее психологическое образование, она занимается квантовой психологией, и вот вообще терминология во всех этих деструктивных организациях, да, если есть какие-то словосочетания такие необычные, они привлекают же внимание, он квантовый психолог, да. Ну, нет у нас в классической психологии квантового психолога, да, есть практические психологи, там, подростковый, семейный, ну, квантового нет. И люди, которые к психологии не имеют отношения, это так, ну, как сказать, интригует. И люди, если идут и получают образование, стоят несколько сотен, например, тысяч, и получается, что для того, чтобы пройти какой-то курс, они берут кредиты. Курс заканчивается, их заманивают очень так профессионально на следующий курс. Ты еще долго не выплатила по кредиту, ты берешь следующий кредит. И была ситуация, что женщина набрала кредитов там за несколько месяцев по обучению там у одного тренера личностного роста под миллион. Естественно, когда муж узнал все эти долги, там была очень сложная, жуткая история, там, в принципе, до развода, выведение из этого состояния, психонациональное состояние у нее было ужасное. То есть там очень сложные последствия. Таких очень много историй. Они, естественно, разбираются уже на другом уровне. У вас улучшатся отношения с детьми и в семье, и с мужем, а на самом деле там не всегда хорошие взаимоотношения. Там разводы и все остальное. Это как бы та жизнь, о которой никто не знает. Те истории, о которых не знают. Им невыгодно эти истории, ну, чтобы они были в публикации. Естественно, они стараются везде эти истории где-то удалять. А таких историй очень много. Ну, то есть психологи, которые работают вот именно с людьми, подпавшие в деструктивные организации, они хорошо знают все эти подводные камни, которые существуют. Хорошо. А существуют ли какие-то реальные тренинги, которые могут помочь человеку? Или их все лучше обходить стороной, дабы не попасть в вот такую схему мошенническую, наверное, можно ее так... У нас в России очень много околопсихологов, я еще раз повторю это слово, околопсихологов, у которых нет официальных документов как по их компетенциям, так и нет официальных документов их организации. Непонятно какое-то ООО, как будто там какая-нибудь новая заря, ну, образно, да. Есть организации, которые состоят в налоговых, в Минюсте, у которых есть документы, подтверждающие компетенции, специалисты, которые являются экспертами своей области. И если они организуют тренинги личностного роста, то там будет именно про личностный рост, а не про зомбирование и не про какие-нибудь деструктивные вот эти изменения, однозначно. Что делает человека фанатиком? Почему он им становится и кого мы можем так назвать? Ну, кого очень хорошо прокачали, завербовали, можно сказать, нашли все его слабые места и начали развивать то, что нужно для того, чтобы он в этой организации был. И у него есть некие мотивы остаться в этой организации и получать те, как ему кажется, блага. И чтобы его из этой организации не выгнали, он готов делать все, что угодно и рассказывать про это с фанатизмом. Ну, либо, если у них есть желание создавать подобные группы, быть вот этим неким лидером и творить свои какие-то тайные помыслы в своих мини-группах, вот в этих группировках, то они будут, естественно, с пеной рта доказывать, что именно только это самое важное в жизни. И там, хочу сказать, что у руководителей этих сект не всегда все в порядке с психикой. У многих же пограничные состояния или даже вообще психиатрические диагнозы. То есть вот говорить о разумности и адекватности этих людей очень сложно. Фанатики, еще раз скажу, становятся те, которые являются психически не совсем здоровыми. Вот так, обычными словами. Можно ли представить портрет руководителя культа или секты? Какие-то общие, может быть, у них есть признаки? За кем? Кому нужно начинать присматриваться, чтобы вот не допустить дальнейшего развития негативных событий? Очень сложно предугадать, кто может выйти на эту лидирующую позицию и начать что-то создавать. Бывают же лидеры, которых видно сразу, они такие демонстративные, они там что-то рассказывают везде, начинают с каких-то там небольших руководящих, например, должностей. Мы этих лидеров видим, они постепенно-постепенно поднимаются по своей ступеньке, становятся руководителем больших организаций, допустим. А есть же такие серые кардиналы, слышал когда-нибудь такое? Это те, которые, их не видно, не слышно, но они могут этими массами так руководить, что вы никогда не поймете в коллективе коллектив. Есть формальный лидер, начальник отдела, а есть неформальный лидер, это как раз вот серый кардинал, который может сплотить людей, настроиться на революцию, постоянно запускать некий конфликт, сам в этих не участвует, а люди там могут переругаться, то есть их очень сложно вычислить. Получается, что здесь некая такая связь прослеживается между лидером, который может направить свою энергетику, свои действия на взращивание компании, которая принесет добро, и может взращивать какой-то культ, который будет разрушать жизни людей. Да. Зависит все только от человека, да, какой... Куда он попадет. Да, какую таблетку он выберет. Наверняка обращались люди, которые попадали в деструктивные группы, секты, возможно. В каком состоянии они находились? Какие усилия прилагаются для того, чтобы их вернуть в обратную нормальную жизнь? Всегда ли это получается? Вот так. Не работает вообще ничего. Это очень сложное психическое состояние человека. Ну, вообще, это, говорят, есть зависимость от алкоголя, от психоактивных веществ, от наркотиков, есть зависимость от сект или от неких групп или группировок. И, представьте, есть химические зависимости, когда люди употребляют, а это относится к нехимическим зависимостям. Но это тоже на уровне сознания, подсознания, когда он настолько настроен на, образно будем говорить, употребление этой информации, состояния в этих организациях, что если человек зависимый, ему бывают недели, месяцы и годы нужно, чтобы справиться с этим состоянием, у них так же. Это очень длительные такие болезненные состояния, выхода оттуда очень сложные. Люди должны быть все время, ну, как сказать, на виду, близкие должны быть всегда рядом и понимать, чем они занимаются, что они делают, потому что если они опять могут оказаться в состоянии одиночества или в какой-то сложной жизненной ситуации, куда они поедут? Где они нашли однажды выхода спасения? Они могут опять вернуться туда. Это как некий срыв. Если зависимость срывается, употребляет, у этих тоже может это произойти. То есть это история ни одного сеанса у психолога. Пришел, включите и выключите мне кнопочку, и я такой сразу здоровый. Это длительная, серьезная терапия. И вообще по-хорошему для адептов различных вот таких сект, культов, различных деструктивных организаций, я считаю, что нужны учреждения, где они будут проходить, вот закрытые учреждения, где они будут проходить именно терапию. Терапию этой зависимости. Они не должны находиться в окружении всех других людей, которые чем-то другим болеют. То есть это должна быть целенаправленная реабилитационная работа. А в случае с другими зависимостями, зависимостями другого характера, человек сам должен принять решение, сам должен захотеть прекратить свою зависимость? По-хорошему, да. Здесь также это работает? Или это все равно через такой своеобразный кнут? Кто-то его подталкивает, говорит, с тобой что-то не так. Человек же встречается в этом случае с отрицанием, что со мной все нормально, это ты неправильный. Да. Вот смотрите, как у зависимых. Есть зависимые, которые доходят до дна и уже не могут, например, употреблять. И они протягивают руку помощи, говорят, помогите, потому что сил нет, я не справляюсь сам. А есть такие, которые никогда не обратятся, им плохо, они страдают, но они не обратятся за помощью никогда. И здесь то же самое. Есть, которые находятся в таких группировках, которые не знают, как оттуда выйти, у них построено все на страхе, и они никогда не попросят помощь. А есть такие, которые через какой-то промежуток времени понимают, что вот эта аура волшебства спадает, а не попадает в реальность, и не понимают, что куда они попали, что с этим сделать. Какой-то малый процент есть, кто обращается за помощью к родственникам, чтобы их оттуда вытащить, потому что самостоятельно не могут. В большинстве их забирают оттуда на СИНО, через правоохранительные органы, если они попали в такие организации. Но процесс должен быть, их нужно изолировать, чтобы они не находились поблизости с этой средой, чтобы они опять туда не смогли попасть. А реабилитация для них, терапии со специалистами, они проходят также на платной основе? Я не могу ничего сказать. Я знаю про зависимых от психоактивных веществ. Есть государственные учреждения, негосударственные учреждения. А вот про реабилитацию людей, которые попали от секта, это, наверное, то, что сейчас должно организовываться, то, что сейчас очень актуально. И на это нужно обратить внимание, естественно, государству и начать в этом направлении очень сильно работать, развиваться и открывать такие революционные центры. Потому что очень много людей таких. Каждого ли человека можно завербовать? Нет. Вообще, как вербовка происходит. Мы можем говорить про любую вербовку. Они не каждого вербуют. Они начинают закидывать удочку каким-то, как им кажется, на их взгляд, которые им подойдут. По типажам, по каким-то определенным маркерам. Они закидывают сюда удочку, туда удочку, туда, туда. Какая-то выстрелит. И вот они ее начинают разрабатывать. Эти уже не интересны, потому что это те, которые не поведутся или которым не стоит уделять внимание. Вот этому чуть больше нужно внимания. Этот быстро набирает обороты. Ну и они выбирают тех, которые начинают реагировать. Все, они с этим занимаются. Опять следующее. Этот, 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 этот. Из этого только. Значит, занимаются по этому плану. Они ищут своих. Вспомните запрещенное в России свидетели ЕГО. Они ходили по квартирам. Кто-то им не открывал, кто-то открывал. Не мог отказать, как им сказать, отстань от меня. Приходилось слушать. А некоторые прямо заходите в дом и готовы были все отдать. Естественно, кого-нибудь будут реагировать. Те, которые открыли дверь, их слушают. Или те, которые их вообще впустили. Те, которые не открыли дверь, они пойдут дальше. Значит, это не рабочий дом. Конечно. Основные маркеры, на которые мы должны обращать внимание, мы общество, чтобы не попасться на вербовку. В любом случае, у каждого из нас могут происходить в жизни какие-то сложные ситуации, да, когда мы не в том состоянии, чтобы критически всегда ко всем событиям, ко всем людям подходить, анализировать. Вот на что обращать внимание, чтобы не попасться на удочку к этим вербовщикам? Ну, это и для родителей пригодится, какие, какого возраста у них дети не были. Или, например, вы для близкого окружения, если общаетесь с каким-то там близким знакомым, да. Но когда он рассказывает, например, фанатично или радикально, ну, то есть о чем-то, и все, что вы говорите ему, как бы, ну, допустим, радикально. Мы сейчас про представителя группировки. Ну, да, про человека, который уже там. Он начинает о чем-то рассказывать с таким фанатизмом, как вы сказали, или с радикальностью. Это когда вот у человека шоры, да, и он видит только одну дорогу и не признает ничего другого. Когда мы общаемся с человеком, у нас что происходит? Я высказываю свое мнение, он высказывает свое мнение. У меня много таких вот мыслей, которые можно так поступить, можно так поступить, а можно так не поступать. У них нет, у них есть определенные шаги, по которым они идут, и все остальное они не принимают. И когда ты разговариваешь с человеком, а у него такая вот радикальность в каком-то вопросе, это должно насторожить, почему он не принимает, например, другую точку зрения, а так настойчиво уверован в это, что именно так, а не как по-другому. Есть ли у него какие-то другие там мысли, как был рач, нет, ничего другого не существует, только это. Может, например, занимать у вас деньги большие на обучение, на какой-то личностный рост? Нет, ну вот мы сейчас все равно немного… Ну это когда к вам обращаются за деньгами, а зачем тебе деньги? Ой, мне надо, я хочу куда-то вложить. Со стороны человека, который уже в группировке. Я говорю про тот случай, когда к тебе обращается представитель, то есть вербовщик, и хочет тебя заманить. Вот. На что обращать внимание, чтобы не попасться на все его предложения? У него же не написано бегущей строкой на лбу, что я вербовщик. Вы можете не понять. Вы можете даже в начале разговора вообще не понять. Вы в течение разговора можете не понять. Но тогда, когда он будет вас куда-то склонять, только сейчас нужно это сделать, только от тебя зависит какое-то решение, когда он начинает продавливать, вот уже не давать вам выбора, продавливать ваши личные границы, что-то здесь неладное. Делаете шаг назад и говорите, я хочу подумать, мне надо время подумать, все взвесить, посоветоваться. И если он начинает говорить, не надо ни с кем советоваться, тебе эти люди ничего хорошего не принесут. Отгораживать от социума, не давать вам права выбора и возможности какого-то другого стороннего мнения, что-то здесь неладно. Ну, нужно просто, по крайней мере, усомниться и удивиться. Что происходит? А разве не так поступают маркетологи в нашли? Так. А это же все деструктивно. Ну, про маркетологов не могу сказать. Это у них задача продать товары и получить заработок. А про мошенников, да, это деструктивные организации. Те, которые приходят и обградывают, но это деструктивность, это и есть норма. Спасибо. В эфире была программа «Про все». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова